здравствуйте уважаемые любители повязать им сочувствующие вам сегодня хочу показать коротенькое видео и продолжить в этом видео тему горловин я хочу вам показать очень красивую очень женственную и к сожалению не заслуженно редко используемую горловину под названием горловина сердечко я прекрасно понимаю почему люди избегают вязать горловина сердечко потому что ее трудно положить под обтачку когда вы кладете под обтачку она выглядит либо как круглая горловина либо как v-образная чтобы поэтому большинство когда вяжут горловину сердечко обвязывают ее крючком я сейчас вам покажу горловину сердечко приблизительно подобным способом как мы вязали v-образную горловину но прямая часть этой горловины будет соответственно связана по-другому вся сложность горловине сердечко именно вывязывание прямой части потому что как вы знаете прямая часть имеет тенденцию сильно закручиваться и крайне трудно с этим бороться но мы попробуем я начну с того что я перекрещу центральные петли вы знаете что наверное что горловина сердечко вяжется когда вы шьете горловина сердечко более вывязываю шьется таким достаточно более сложным способом но привязки она вяжется сначала вяжется коротенькая v-образная горловина с большим шагом и потом вяжется уже прямая линия и вывожу петли половину горловины переднее рабочее положение у меня есть видео которое было положено вот прямо вот совсем недавно буквально несколько дней назад как вязать v-образную горловину я буду использовать вот этот же метод поэтому я вас я не буду объяснять его в деталях поэтому посмотрите то видео там все очень хорошо объяснено я начинаю горловина что такое горловина сердечко горловина сердечко это комбинация горловины прямой прямой линии и v-образной горловины то есть делается сначала v-образная горловина с довольно большим шагом и потом оставь остальная часть горловины делается прямой то есть мы начинаем с того что мы делаем как бы v-образный вариант этой горловины мы делаем уменьшение с шагом 1 петля в ряду или две петли каждый 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 второй ряд то есть я беру две петли снимаю их двух игольным декером и переношу на третью и четвертую петлю то есть я пропускаю вторую петлю первый ряд одевается довольно таки тяжело и провязываю и делаю то же самое снимаю две петли и переношу их в четвертую петлю провязываю два ряда моя каретка со стороны переноса петель потому что иначе очень жестко получается и очень трудно переносить петлю и внимательно смотрите чтобы ваши петли провязывались ну будем считать что мы провязали и теперь начинается самая интересная часть теперь нам надо связать прямую линию горловины и все кто вяжут знают что очень сложно вязать прямое полотно чтобы она не закручивалась но практический способ очень трудно найти айкорд как бы уменьшает закрутку но он ее не исключает то есть полотно закручивается вместе с айкордом я вам сейчас покажу как я это делаю это работает в большинстве случаев я не могу давать стопроцентную гарантию потому что все равно бывает пряжа которая закручивается даже с этим способом но она работает довольно часто и в общем по большинстве она работает надо пробовать в общем что я делаю посмотрите закрутка идет полотна с лицевой на изнаночную сторону и естественно то что мы с вами будем делать мы сейчас попытаемся сделать закрутку в противоположную сторону чтобы избежать закрутки полотна мы начнем с того что мы снимаем первую петлю на одноигольный декер и две петли на двух игольных декер после этого мы вешаем первую петлю на место 3 петли петли упала сейчас я быстренько подниму так всегда и бывает как начинаешь снимать видео так вот петли начинают падать все подняли одеваем первую петлю на место 3 петли и первую вторую петлю переносим сюда то есть мы их меняем местами но мы их меняем местами таким образом чтобы первая петля у нас всегда уходила вперед делаем опять тоже сам снимаем первую петлю на одноигольный декер снимаем две петли на двух игольный декер навешиваем первую петлю и навешиваем две петли провязываем и продолжаем в том же духе ну вот я закрыла петельки половины вязания вы уже видите что получилось то есть получилось вот здесь вот такая в общем такая в общем ну даже не косичка просто такая убавка и здесь сбоку получилась такая тоненькая косичка косичка даже прямо если мы ее сняли только-только с машины но она как бы ну практически не закручивается теперь мы продолжаем вторую половину вязание вторую половину вязания мы продолжаем ровно таким же образом я сейчас переведу коридко вниз я начинаю я снимаю две петли и перевешиваю эти две петли через одну петлю и теперь делаю то же самое снимаю две петли и перевешиваю их через одну петлю немножко подтягивая вязание чтобы приблизительно у нас была одинаковая с той стороны горловины натяжка была довольно большая поэтому если мы совсем не будем натягивать здесь то а здесь натяжки с этой стороны натяжки никакой нету поэтому если мы совсем не будем натягивать то у нас горловина будет не симметричная сейчас я подвешу грузики так что насчет натяжки будьте так немножко внимательно не то чтобы надо очень сильно тянуть но так надо немножко разумно оттягивать то есть приблизительно представить себе какая была оттяжка потому что там просто за счет натяжения а мы все уже довязали то есть теперь мы переходим на прямую линию когда мы переходим на прямую линию мы делаем ровно то же самое я вам покажу как это делать когда каретка в противоположной стороне это даже в самом деле проще когда мы вывязываем прямую линию горловины а делаем мы точно так же мы снимаем первую петлю снимаем две петли вешаем первую петлю вешаем две петли эту сторону конечно вязать уже нам нету оттяжки нету натяжения можно конечно я думаю что в самом деле можно конечно если уже прямо совсем сложная пряжа то можно конечно чтобы вязать такую горловину можно снять набросовую нить половину и тогда может быть меньше натяжения но это надо пробовать по крайней мере может каких-то ситуациях это оказаться и надо но все-таки большинстве случаев я думаю что нет как видите все это идет достаточно просто и быстро то есть мы снимаем первую петлю снимаем две петли вешаем первую петлю и за ней сзади вешаем две петли эти самом деле когда каретка с той стороны в самом деле даже еще легче так как не надо подлазить под нитку но эту сторону вообще вязать легче еще сейчас сделаем парочку рядочков и хватит и снимаем полотно с машины я думаю что хватит давайте еще один сделаем чтобы уже было виднее ну вот мы сняли наше полотно с машины вот так она выглядит прямо с машины ну вот смотрите у нас образовался вот такой вот край то есть край не закручивается прямо с машины он не закручивается и вырез в общем такой вполне похож на вырез сердечка сейчас я его поглажу и мы его посмотрим на столе после влажно-тепловой обработки ну вот я отпарила наш образец и посмотрите что у нас получилось по моему так получился такой вполне 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 вырез сердечком посмотрите как он выглядит вблизи то есть нижняя часть выреза образуются такие как бы ну такие как бы маленькие зубчики даже не зубчики а вот ну просто вот как бы вот такие вот и верхняя часть образуется цепочка совершенно абсолютно не закручивается так что вот и по моему так вполне выглядит похоже на сердечко потому что когда мы шьем конечно мы делаем вырез сердечком он у нас идет как бы заходит в сторону и возвращается назад но когда мы вяжем в этом как правило большой необходимости нету потому что материал эластичный и он как бы сам по нашим формам примет форму сердечко так что вот я надеюсь вам кстати обратите внимание я связала на образце мои фирменные зубчики у меня есть видео как вязать эти зубчики сейчас посмотрите как они выглядят вживую они совершенно не растягивают полотно не стягивают очень аккуратно выглядят мне кажется что они вот если вязать вещь с таким вырезом и с такими зубчиками они как бы ну гармонично выглядят с друг другом я положу линк на видео видео об этих зубчиках под под это видео так что вот это было все спасибо вам большое за внимание я надеюсь что это вам видео доставит удовольствие и вы будете вязать вспомните на тему того что надо вязать вырез сердечки и быть красивыми женственными и не забывать что скоро лето большое спасибо за внимание до свидания